Здравствуйте! В эфире городского телеканала ЮТВ Новости. О самых важных и интересных событиях этого дня вам расскажут мои коллеги и я, Валерия Шарова. Перейдем к главным темам этого выпуска. Взяли аванс, но не успели отремонтировать крышу в срок. В прокуратуре возбудили уголовное дело о мошенничестве. Из-за коронавируса в регионе 5 школьных классов закрыли на карантин. Минздрав рекомендует ограничить встречи учащихся с пожилыми родственниками. Мэрия продолжает попытки расторгнуть договор с арендатором парка 50-летия СССР через суд, пока Фемиды на стороне предпринимателя. Жители Краснохолма просят власть помочь в восстановлении реки. Об этих и других новостях более подробно далее в выпуске. Прокуратура Оренбурга возбудила уголовное дело о мошенничестве при проведении капитального ремонта кровли. Ранее жители четырех домов сообщали, что из-за разобранной крыши затопило квартиры на верхних этажах. Подробнее далее. Напомним, в ходе рейда прокурора Оренбурга, общественников и СМИ было установлено, что сроки реконструкции кровли затягивались. Ремонт должны были закончить в сентябре. В фонде модернизации ЖКХ ранее сообщили, что компания КРСУ получила аванс более четырех тысяч рублей. Однако подрядчик лишь разобрал крышу, а к реконструкции так и не приступил. При осуществлении капитального ремонта кровли многоквартирного дома номер 15 улицы Кольцевой, субподрядчик, не имевший необходимой материальной базы для проведения ремонтных работ, не выполнил принятые договоры обязательства. Работы на сумму более 310 тысяч рублей не были выполнены, что свидетельствует о признаках мошенничества в действиях исполнителя. Отметим, что аналогичная ситуация и в домах на улице Полтавской, а также на проспектах Победы и Гагарина. Жители этих домов также жаловались на протекающие крыши. Как сообщили в прокуратуре Оренбурга, в отношении подрядчика, ремонтирующего кровлю пятиэтажки на проспекте Победы, также возбуждено уголовное дело о мошенничестве. На улице Полтавской работы ведутся, а по дому на проспекте Гагарина проводится проверка. Погорельцам из Колтубановского не хватает выделенных правительством средств на приобретение жилья. Об этом сообщает портал Орендей. Ранее в областном правительстве заявили, что помогут пострадавшим с приобретением недвижимости. Напомню, что в результате пожара в конце августа в поселке Колтубановский Базулукского района без крыши над головой остались 8 семей. Средства на покупку жилья рассчитывали, исходя из квадратуры того, что было до пожара. Как сообщает Оренде, семьям не хватает средств на приобретение недвижимости той же площади и качества. Кто-то рассматривает варианты в разы меньше по площади, кто-то вынужден прицениваться к домам без удобств. Ранее семьям выделяли по 265 тысяч рублей на приобретение предметов первой необходимости из областного бюджета. Сейчас большинство погорельцев живут у родственников или знакомых. В Оренбурге еще два школьных класса закрыли на карантин из-за коронавируса. В общей сложности их уже пять. В региональном Минздраве рассказали, в каких муниципалитетах приостановили занятия. По данным ведомства, на 14-дневный карантин закрыли два класса в ГАИ и по одному в Орске, Новотройске и Ташлинском районе. Для школьников организованы дистанционные занятия. Минздрав рекомендует ограничить встречи учащихся с пожилыми родственниками. Ранее ведомстве высказывались за сохранение занятий в традиционном формате, особенно для младшеклассников. 37 процентов оренбуржцев не знают мэра своего города. Такие данные привозит социологический центр «Общественное мнение». Напомню, Владимир Ильяных является главой администрации с декабря прошлого года. Социолог Галина Шишукова озвучила данные июльского опроса, из которого выяснилось, что часть населения, а именно 37 процентов, вообще не знает мэра Оренбурга Владимира Ильяных. При этом 15 процентов одобряют его избрание, не одобряют 17 процентов, около 31 не смогли оценить сам факт избрания главы. 68 процентов либо затруднились, либо не смогли оценить, около 70 процентов. Вот это как раз свидетельствует о низком уровне публичности Ильяных и о том, что его пресс-служба работает не очень интенсивно. Ильяных. Ну, паслер, наверное. Или это не города? Глава города. Ильин. Конечно, как и все оренбуржцы. Конечно, знаю. Как мне знать-то, господи. Как и вы, Ильяных, что ли, вот как вы. Запомнился экскурсии по городу. Пока ничем. Ничем не запомнился пока. Слежу площадки 27 июля. На его блог подписан только 67 человек. О создании страниц на других, более популярных платформах пока информации нет. Данил Комаровский, Федор Бородавский, телеканал ЮТВ. Строительство транспортной развязки на Северном проезде не начнется в 2021 году. Такого объекта нет в планах у администрации. Хотя кольцо на пересечении улиц Родимцева, Театральной и Березки планировали построить еще в 2018 году. Из-за отсутствия развязки автомобилистам приходится преодолевать сложный перекресток, образуя пробки. Однако в списке объектов, ремонт и строительство которых предусмотрено на 2021 год, кольца снова нет. Для того, чтобы включить эту улицу, на ней был проведен ремонт в 2017 году. Чтобы делать кольцо, нужно тогда приступить к разборке гарантийного участка. То есть гарантия закончится в сентябре 2021 года. Можно ее без всяких. Если мы ее сейчас включим, мы можем потом иметь очень большие проблемы. Ранее информационному порталу «Урал-56» в администрации рассказали, что трудность строительства заключается в большом скоплении крупных инфраструктурных сетей – газопровода, водопровода и канализационной сети. Администрация Оренбурга вновь подала в суд для расторжения договора аренды парка 50-летия СССР. Напомним, ранее в мэрии сообщали, что арендатор не выполнил условия концессии. Однако сам Алексей Маринин считает, что администрации выгодно забрать в него парк. Борьба за парк 50-летия СССР между администрацией города и предпринимателем Алексеем Марининым продолжается уже больше года. Как сообщил глава Северного округа, оренбуржцы неоднократно обращались в мэрию с жалобами на мусор и плачевное состояние места отдыха. Чтобы расторгнуть договор аренды, администрация обращалась в суд. Однако решение было вынесено в пользу предпринимателя. На данный момент судебные тяжбы продолжаются. Запущен процесс расторжения конституционного соглашения. Если не ошибаюсь, на сегодняшний день данные вопросы решаются в судебном порядке. Предприниматель привлекается к административной ответственности. Регулярно звоним. Но пока вот в таком режиме. Как сообщил нашему телеканалу «Арендатор парка», он уже выиграл два судебных разбирательства. Однако администрация не прекращает попытки расторгнуть договор, который был заключен с компанией «Аттракцион-сервис» на 25 лет. Также Алексей Маринин заявлял, что мэрии выгодно забирать у него территорию именно сейчас, когда он вложил немалые средства в благоустройство. Согласно договору, предприниматель должен был реконструировать аттракционы, заменить старые деревья, установить новые входные группы, беседки. Однако, по мнению комитета по управлению имуществом Алексей Маринин выполнил условия лишь наполовину. Был газон, нормальный газон, а зачем-то галькой из пахабель посадили кусты. Не ухоженно. Я иду, хотела бы, может, даже где-то присесть. Ни лавочек нет, с фонтана никогда не работают. Когда платные есть, надо везде поиграть. А где нет? Когда платного нет, где здесь играть? Ну, просто погулять, посидеть на лавочках. Вечером нет освещения. Здесь просто темно. Ходим с фонариками. Остальном все замечательно. Ухоженно, то есть все? Ну, по сравнению с тем, что было в начале лета, можно считать, что да. Частник всегда будет искать себе выгоду. Меньше вкладывать, больше взять. Поэтому государство. Мне, чтобы было чисто, и людям нравилось, мне все равно в чьих. Может, и частных, и, конечно, государственных, чтобы отслеживали. Должны заниматься горд, а не частники. Сейчас, насколько я знаю, она у Маринина. Я считаю, что он справляется, в принципе, хорошо. Но еще какое-то спонсорство должно быть со стороны мэрии. В администрации Оренбурга прокомментировать ситуацию не смогли, так как председатель Комитета по управлению имуществом еще не вышел на работу. Глава Северного округа заявил, что главное место отдыха для жителей Степнова нуждается в реконструкции. Дмитрий Корнев считает, что парк может участвовать в программе «Комфортная городская среда». Отмечу, что пространство обделено вниманием властей уже несколько лет. Сможет ли администрация расторгнуть договор аренды или предприниматель отстоит права на парк, пока не ясно. Анастасия Клесова, Максим Морарь, городской телеканал ЮТВ. Протекающая крыша и отсутствие системы пожаротушения. Проблемы домов культуры Оренбурга прошлого. До середины октября ДК «Орбита» и «Молодежный» отремонтируют в совокупности за 5 миллионов рублей. На какой стадии ремонт сегодня? Смотрите в репортаже. Творческие коллективы Оренбурга после пандемии вернутся на обновленные сцены. В числе ремонтирующихся дом культуры «Молодежный». В 2018 году Ростехнадзор выдал учреждению предписание о несоответствии требованиям пожарной безопасности. Ремонтировать ДК принялись в 2020-м. Мы установили окна распашные, мы установили двери, которые разделяют коридор, противопожарные двери. И сейчас как раз идут большие масштабные работы по установке системы дымоудаления. У нас ее не было вообще, ни системы дымоудаления, ни пожаротушения, которые в случае возгорания даст людям спокойно выйти и безжертвенно обойтись при трудных ситуациях. Но после трагических событий в городах нашей страны пришлось этим заниматься. При установке системы дымоудаления усилят конструкции, обновят электрические сети и вентиляцию. Были проблемы и в доме культуры «Орбита». Из-за прохудившейся кровли в здании затекала вода, что могло привести к ухудшению состояния плит перекрытия. Здесь срочного капремонта ждали около года. Текло очень сильно. У нас на сцене около 30 тазиков мы расставляли, потому что во время дождей у нас и зрительный зал, и сцена, и танцевальный зал. Просто с потолка капала вода очень сильно. Был разработан проект, потом прошли торги. Усилят кровлю и дома культуры «Радуга» в поселке Куйбышев. К открытию в это учреждение обновят и материально-техническую базу. Средства на обновление культурных учреждений выделялись из муниципального и областного бюджетов. Отметим, по мнению сотрудников и артистов, на состояние подобных объектов редко обращают внимание. Многие дворцы и дома культуры города будто застыли в советской эпохе. Валерия Шарова, Никита Плотников, городской телеканал ЮТВ. В селе Краснохолм обмелела река Черная. Водная артерия мелела в течение последних трех лет, а этим летом совсем исчезла. В причинах экологической катастрофы разбирался Александр Кацун. Жители села Краснохолм обеспокоены гибелью реки Черной, связанной с резким падением уровня воды в Черновском водохранилище. Когда-то эта река почти полностью затопляла село при весеннем паводке. Однако теперь она практически высохла. Бобры стали уходить куда-то. Дичь у нас на задах. У меня сад, а потом речка. Затем утки не стали гнездиться и выводить своих утят. И щук ловил этих самов, и муж ловил. Реку перегородили полотяной для того, чтобы создать водохранилище для орошения полей. Уровень воды в реке Черной зависит от того, как используют это водохранилище. Шлюзы, которые мы видим, их в зависимости от потребностей, или их поднимают, или закрывают. А вот в этом году, даже без того, что набрали воды очень мало, еще организовали интенсивный полив. И, соответственно, воды стало гораздо меньше, чем это допустимо. Все, кто живет около речки, у них там полив. Ну, они сейчас в основном все тоже переходят на колонки, поддеваться некуда. Начальства много, за речку отвечают, ответственных много, а результата нет. Жители села Краснохолм и члены местных дачных объединений считают, что основная причина обмеления реки Черная – это похищение огромных объемов воды из Черновского водохранилища сельскохозяйственными предприятиями. Однако глава администрации Краснохолмского сельсовета считает, что есть и другие факторы, влияющие на полноводность водоема. Подпорные берега срезали, что держало воду. Ну, все, срезали, вода ушла, естественно, по течению, где она ниже. И в речке вот уже, наверное, с 80-х годов уровень воды, он, ну, не очень большой. Для решения этой проблемы активисты Общероссийского народного фронта организовали совещание с представителями администрации сельсовета, природоохранных и надзорных органов, а также с жителями села Краснохолм. По мнению эксперта Нижневолжского бассейного управления, роль в обмелении реки могло сыграть маловодие. Черновское водохранилище, оно находится в бассейной реке Урал. Так по всему бассейну реки Урал у нас наблюдается, ну и наблюдается, и подтверждено это учеными, что у нас сейчас цикл маловодия. Поэтому вот отсюда все и проблемы получаются у нас. За эти три года лишней воды там не сбрасывалось. Там работало практически все эти три года, оно работало по минимальному сбросу. Водохранилище канал. Для чего? Для того, чтобы орошать и защищать. Сейчас оно используется именно по назначению, в прямом смысле этого слова. И сейчас какой уровень есть, это нормальный уровень водохранилища. Отметим, также в числе причин обмеления эксперты озвучили маловодие, распашку берегов и зарастание родников. На заседании также сообщили, что легально используют ресурсы водохранилища только холдинг «Семь Агро». Тогда как еще восемь сельскохозяйственных предприятий установили свои помпы, откачивающие воду, не имея соответствующей лицензии. По словам главы Краснохомского сельсовета, отобрать оборудование у недобросовестных предпринимателей не получается из-за пробелов в законодательстве. На заседании было предложено документально разрешить изъятие водооткачивающих помп. Очень прошу и хочу, чтобы как-то вместе мы что-то делать начали. Александр Кацун, Максим Морарь, Федор Бородацкий, городской телеканал ЮТВ. На этом у меня все. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте ютв.ру или в нашем инстаграме ютв.орин. Если у вас возникли вопросы, звоните по номеру телефона 430045. С вами была Валерия Шарова. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok